Это конец эпохи, когда станция «Мир» была сведена с орбиты, то есть такой плод труда многих людей. Художники музея «Самара космическая» Ольга и Александр Филимонова играючи рассказали историю освоения космоса со времен Циолковского до затопления станции «Мир» в начале нулевых. Главные российские символы – матрешка и космос на этой экспозиции гармонично связаны между собой. Каждый экспонат – целая эпоха освоения космоса. Матрешка, ну как бы нас не обманула, она оказалась такой универсальной формой, которая позволяет изобразить и аппарат какой-то космический, и портрет там деятеля истории, то есть тех времен. Деревянные болванки Ольга расписывала вручную с документальной точностью. Все награды на мундире первого космонавта Юрия Гагарина настоящие. О матрешке в спортивных костюмах – память о первом многоместном полете корабля «Восход-1». Космонавты были без скафандров для экономии места и пробыли в космосе чуть больше суток. Когда мы брали какие-то аппараты, мы их переносили на эту матрешку достаточно документально. То есть здесь можно узнать буквально детально, что это и кто это. То есть здесь нет такого художественного вымысла. Все это серьезно на самом деле. То есть космос – это не игрушки. Здесь важна каждая деталь. Так что выставку лучше посещать вместе с экскурсоводом, советует директор музея Елена Кузина. Космические матрешки, скорее всего, вызовут ажиотаж, как прекрасные сувениры. Желающим посетить новую экспозицию советуют записываться заранее. Космос – не игрушки. Он не терпит суеты. Мы открываем вот этот проект в рамках 55-летия полета Юрия Гагарина. Ну и история – это основа нашего дальнейшего продвижения. А потом надо помнить, какой у нас город, наши величия в промышленности. В музее уверены, новая экспозиция займет важное место на карте туристических маршрутов Самары. А к чемпионату мира по футболу в 2018-м художники планируют растиражировать уникальные экспонаты. Ольга Морозова, Артем Сулайманов, События.